Массовое захоронение солдат вермахта обнаружили в селе Никольское под Славянском. На останки немецких солдат Второй мировой наткнулся местный житель, когда перекапывал грядку. Оказалось, что это целая братская могила. Почему солдат хоронили в огороде, выяснил Алексей Куделя. Ножами и щетками поисковики осторожно раскапывают немецкое захоронение. Работают предельно аккуратно, чтобы ничего не повредить. По останкам видно, что солдат хоронили с немецкой точностью, а не лежат на равном расстоянии друг от друга. В братской могиле останки семерых. Рядом три одиночные захоронения. При бойцах именные жетоны. Имеется половинка. Жетона, да. Ну покажи, покажи. Написано. Артиллерист, да? Да, по-моему, запасник артиллерии. Батл-артиллерия. По нему легко определить личность солдата и подразделение, в котором он служил. Если жетон переломлен, значит бойца внесли в список погибших, а не пропавших без вести. Данные некоторых записывали на бумаге и закупоривали в обычных бутылках. Так как не имелось у бойца, видимо, жетона, поэтому они вкладывали в такие вот бутылки, в емкость. Там полностью его данные. Часть, подразделение, личный номер, фамилия. Массовое захоронение обнаружил на своем огороде Владислав. Перекапывая грядку, он наткнулся на человеческие останки. Мне бабушка говорила давно еще, ну как маленький еще был. Она копала сад и нашла голову. И потом вот это я начал копать и нашел их. Подумал, что советские сначала солдаты, потом перезахоронение сказали, что тут немецкое. Поисковики выяснили, что во времена Второй мировой войны в доме Владислава был немецкий госпиталь. О братской могиле в селе слышали, но где она, никто не знал. В братской могиле находился один офицер, предположительно лейтенант по погонам было установлено. И большинство бойцов это была артиллерия. Мы поисковики, у нас нет разделения, это все люди. Не в зависимости от того, на чьей стороне они воевали, потому что это чьи-то поломанные судьбы, чьи-то потерянные семьи. Все найденные останки идентифицировали и отправили в Харьков. Там их захоронят на специальном немецком кладбище. В этом году поисковики уже обнаружили 80 солдат, погибших во время Второй мировой войны. Алексей Куделя, Игер Монастарев, телеканал Донбасс.